Первую половину мая принято проводить на отдыхе, на природе. Устраивать пикники с неизменным меню, в котором обязательно шашлык на мангале. Нашей съемочной группе повезло отдохнуть в лесу. Их пригласил лучший шашлычник Дагестана, Руслан Рамазанов. Повар участвовал в кулинарном шоу «Битва шефов» и доказал, он лучший. Руслан поделился несколькими секретами вкусного блюда. Смотрите сюжет и запоминайте, как вкусно провести выходные. Ассаламу алейкум, доброго дня всем, дорогие друзья. Сегодня коллектив РГВК пригласил на свои знаменитые шашлычки. Дерево, огонь и никакой химии. Тонко нарубленные дрова снизу, древесный уголь из ясеня сверху. А дальше в ход идет газовая горелка. Хорошие мангалы бывают на месте, но они бывают такие недыщие. Соответственно, угли по краям остаются черного цвета, не разгораются. И во время готовки первый и последний кусок бывает недожаренный. А если его до конца жарить, получается центр сушится, перегорает. Мясо для будущего шашлыка Руслан отбирает тщательно. Важно все – пол, возраст и условия содержания барана. На его шампурах только лучшие куски. А в маринаде никакого уксуса, минералки и прочих добавок. Маринад, соль, перец, кинза, лук. Больше ничего нету максимально, чтобы сохранить вкус мяса. Кстати, кусочки, я называю их алабайчики, как видите, такие мощные, по два ребра. Надо уметь, кстати, их правильно приготовить и сохранить сочность. Страсть кулинарии в нем с детства. На пикниках с коллегами и друзьями Руслан никому не давал подойти к мангалу – своей гастрономической территории. И вот уже четыре года его шашлык покоряет сердца и желудки дагестанцев. Руслана пригласили на кастинг «Битвы шефов». Решил испытать свои силы и оказался лучшим. Так как мне нужно было почки приготовить, моя цель была отцу из Дагестана хотя бы заготовки собрать, отвезти. И на тот день, когда мне нужно было вылетать, по определенным обстоятельствам мне не получилось с Махачкалы вылететь, мне пришлось с Грозного вылететь. Пока я выехал в город Грозный, приехал на место, потом чуть самолет задержали. Я все время переживал о своих почках. Я где-то приготовил до 90% готовности эти почки. 10% оставил на то, чтобы подогреть и подать, и ее вкус раскрыть. У меня это получилось. Они на тот момент были нежными, вкусными. И самое главное, я их хорошенько обработал, что они не имели специфический запах. Сделать блюдо из листового салата и других видов зелени – такое задание дали участникам шоу в финале. Руслан понял сразу – приготовит традиционное дагестанское чудо. Победителем проекта «Битва шефов» становится автор блюда. Ира, и Руслан. По номерам один. Шашлык повар снимает с мангала по мере готовности. Раскладывает в ресторанной подаче. Сверху – лук со специями. Ну что, уважаемые, прошу к столу. Бесьмеля. Пробуйте. Знаменитые алабайчики. Такой шашлык даже остыть на столе не успеет. Съедают сразу. И вот вердикт от нашей съемочной группы. На майские праздники у Руслана плотный график. У друзей знаменитый шашлычник на расхват. После победы в шоу его чаще узнают на улицах. Да и в соцсетях подписчиков прибавилось. В планах у повара и дальше заниматься своим вкусным блогом. Любовь Маслова, Ибрагим Магомедов, Джабрэл Рабаданов и Субгазиамаров. Время новостей.